Всем привет! Добро пожаловать в косметическую зачистку года! Рассмотрим абсолютно всю декоративную косметику, которая у меня есть. Пройдемся по каждой категории. Короткий, емкий обзор. Не затягиваем. Поехали! Сейчас перед нами тональные основы, которые я люблю использовать на каждый день. От суперлегкого полупрозрачного покрытия до легкого и к среднему. Абсолютно точно остается тон база от Armani. Довольно универсальное средство с уникальной такой взбитой формулой. На лице дает вельветовый финиш, прекрасно выравнивает текстуру кожи. И даже летом без пудры неплохо держится. Довольно универсальная штука. Можно присмотреться обладательницам любого типа кожи. Но не забывайте, что это макияж без макияжа. И лично мне упаковка абсолютно не нравится. За это огромный минус. Тональный крем от Urban Decay с таким легким покрытием, с матовым финишем, полуматовым. Я бы сказала, я его не припудриваю. Если у вас жирная кожа, то все-таки придется это сделать. Люблю. Летом хорошо держится. Я уже запаслась новой полной баночкой, так как на лето это мой абсолютный мастхэв. Тональное средство из линейки Touche CLA от Yves Saint Laurent. Я купила в самом светлом оттенке, так как я хотела найти что-то легкое, сияющим финишем. Именно в таком светлом оттенке, чтобы смешивать с более темными тональными средствами. Ни разу не носила этот тон в качестве самостоятельного средства. Но могу сказать, что я являюсь огромной поклонницей марки Yves Saint Laurent. В принципе, все, что я от них пробовала, приводит меня в восторг. Их тональные средства уже давно находятся в моих фаворитах. Вот этот биби-крем от марки Clinique предназначен для проблемной, скорее комбинированной жирной кожи. И, наверное, я бы летом пользовалась им, если бы не факт, что у меня какой-то оранжево-розовый оттенок, который никак не хочет подстраиваться. И он очень сильно пахнет спиртом. Пахнет это, не выражаясь. Поэтому я, скорее всего, кому-то его отдам, если кто-то захочет таким пользоваться. Шикарнейшее тональное средство от Estee Lauder. Это линейка Double Wear. Но у меня именно версия Nude. Это тональное средство на водной основе с очень сияющим влажным финишем. Даже для меня летом это слишком. Поэтому это конкретно зимний тон для сухой, нормальной, возможно, комбинированной кожи. Если вы с жирной кожей любите такое, то не забывайте, что вам понадобится матирующая пудра. Остается. Мой любимчик Yves Saint Laurent Touchecla. Это классика жанра. Но еще раз скажу о том, что я всегда выбираю оттенок потемнее. Это B40. И как ни странно, даже сейчас он не подходит. Я, наконец-то, научилась им пользоваться. И каждый раз, когда у меня этот тон на лице, я получаю вопросы. Оля, что так красиво сияет? Это пудра? Это тон? Это уход? Нет, это Yves Saint Laurent Touchecla. И это среднее покрытие. У меня был светлый оттенок. И, к сожалению, таких хвалебных от я ему не пела. Вот этот BB крем от марки Misha. Очень классный. Это BB крем с уходом. И сейчас у него даже изменилась упаковка. Линейка Signature. Как ни странно, мне идеально подходил тон номер 23. Это уже такое среднее покрытие. Влажный финиш. Использовала и вместо консилера, и без пудры. Зимой очень часто им пользовалась. Но так как это кремовое средство, я боюсь, что он уже подпортился. Я стараюсь следить за такими моментами. Поэтому придется от него избавиться. CC крем от марки Bourjois. Это одно из любимейших средств из категории масс-маркета. Довольно тонкая, приятная текстура. То есть он наносится легким слоем. При этом хорошо перекрывает. Дает красивый такой, не слишком сияющий финиш. При этом кожа с этим средством выглядит здоровой. Он мог бы посоперничать не с одним дорогим, а люксовым тональным кремом. Но здесь проблема с оттенками. 31 не так хорошо ложится, как 32. А 32 он такой слегка загорелый. Это старый тон от Clorans. Из линейки Skin Illusion. Я должна сказать, что раньше я очень любила это тональное средство. Именно в холодное время года. Я пробовала обновленную формулу. Если бы мне пришлось выбирать, я бы отдала предпочтение Estee Lauder. Почему? Потому что он не так проваливается в поры. Он не так подчеркивает текстуру. И не знаю, просто он красивее выглядит на коже. Так что от этого я избавляюсь. И мы продолжаем с более стойкими тональными. Теперь так. Перед нами находятся стойкие тональные кремы. Которые я могла бы посоветовать каждой девушке. Независимо от того, какой у вас тип кожи. Я на полном серьезе. Если вам нравится стойкое, такое среднее покрытие. Которое можно наслаивать даже до плотного. Если вы любите тональные кремы, которые не проваливаются в морщинки. Не подчеркивают поры. Которые беспроблемно наносятся. За некоторыми исключениями. Об этом я сейчас вспомню. Просто выбирайте ту ценовую категорию. Которую вы можете себе позволить. Или если вы хотите попробовать что-то новое. Если вы выходите замуж. Если у вас серьезное торжество. Присмотритесь к одному из вот этих тональных кремов. В бюджетной категории. Абсолютный фаворит. Эвлайн. Это вторая баночка. Которую я купила. Несмотря на то, что у меня и Бобби Браун. И Ивсен Лоран. И Армани. Еще куча всего. Как видите. Я очень часто крашусь этим тональным кремом. Он мне не забивает поры. Он шикарен. Вот и все. Никогда ничего не говорила. Но продолжаю пользоваться с лета. Это тональная основа от Benefit. Hello Happy. Очень красивый тон. Делает все то же самое, что я сказала. Просто я еще не успела сделать обзор. И мне как-то он больше нравится. Именно в теплое время года. Ближе к весне. Я начну о нем говорить чаще. Вот этот тон от Армани. Может подчеркнуть серьезное шелушение на коже. То есть если у вас гиперсухая кожа, отпустите ситуацию. Присмотритесь к чему-то другому. Всем остальным можно пробовать. Это один из первых капельных тональных кремов, который появился на рынке. Сейчас уже есть много аналогов. Но если любите люкс или премиум сегмент, то до сих пор считаю, что это очень-очень классный тон. Пока что оставляю. Мне просто жалко. Бобби Браун. Все в нем прекрасно. Но у меня очень темный оттенок, который мне подходит только после моря. К сожалению, я так часто не загораю. Или к счастью. Поэтому мне приходится с ним попрощаться. Я боюсь, что он пропадет. Это классика жанра. В категории стойких тональных кремов. И положа руку на сердце, если бы мне сейчас пришлось убрать все тональные средства из этой категории. Оставить лишь одно. Это был бы этот тон. Потому что он не темнеет. И на него можно положиться. Есть масса оттенков. Вы обязательно подберете тот самый, который будет подходить именно вам. А если бы можно было оставить два тона, это были бы вот эти две баночки. Тональное средство от Lancome. Все в нем было бы прекрасно, если бы не несколько моментов. Первое. Это то, что сложно подобрать оттенок. Иностранная цветовая палитра. И всегда нужно учитывать то, что он еще и может потемнеть на тон, а то и полтора. Выбрать онлайн сложно. Кстати, все названия, все оттенки, всю дополнительную информацию я оставляю в инфобоксе. И также напоминаю о том, что практически все мои любимцы, все то, что сегодня будет в этом видео, вы можете купить на Makeup.ua. Это огромный интернет-магазин с самым большим ассортиментом Makeup.ua в Украине. Также есть Makeup Store, который отправляет в Россию. Там вы можете найти и доступную по цене косметику, и люксовую по более приемлемым ценам. Они очень быстро доставляют. И что немаловажно, у них очень быстро появляются все новинки и постоянно обновляется ассортимент. Поэтому ссылки на все-все-все средства ищите в инфобоксе. А мы продолжаем. Тональное средство от Lancome. Я еще подумаю, нравится тон, но не знаю, сложно мне оторвать его от сердца. Лореаль. Лореаль Age Perfect. Это не то же самое, что раньше было представлено на рынке. Я до сих пор не уверена, что он появился в Украине и в России. Но это более плотное покрытие. Сатиновый финиш. То есть это не совсем матовый. Это такой подсвеченный матовый эффект. Наверное, вот так. Он прекрасно сглаживает поры. И тоже для каждого типа кожи. Когда у меня проблемы какие-то, когда мне хочется что-то перекрыть. Когда я хочу, чтобы у меня была идеальная кожа. Как из рекламных роликов. Я очень часто выбираю этот тон. И при этом он не сушит. То же самое могу сказать о тональном средстве от Eves Saint Laurent. Оно не сушит. Оно стойкое. Оно очень красиво, живенько выглядит на коже. Дорого. Здесь меньше объем, чем у всех остальных тональных средств. Об этом я, по-моему, тоже редко говорю. Шикарно наносится. И у меня есть вторая упаковка. Я купила на скидках. И я не каждый день пользуюсь этим тональным средством. Если бюджет не позволяет и приходится копить целый год, то не заморачивайтесь. Возьмите себе Evaline и радуйтесь жизни. Я, честно говоря, даже не могу сказать, какой из них я люблю больше. Пудры для лица. Сразу покажу то, от чего отказываюсь. Это очень хорошая пудра от Givenchy. Она у меня в оттенке 2. И, к сожалению, я могу ей пользоваться только тогда, когда загорелая. Она очень хорошо ложится на кожу. Она матирует ее. При этом дает красивое свечение. Абсолютно не такое, как метеориты. Я отдаю ее маме, так как у нее более темный оттенок кожи. Вот эта пудра от Golden Rose. Она банановая. Она очень хорошо подсвечивает область под глазами. Если вы любите плотные макияжи, если вы участвуете в каких-то там фотосъемках, то почему бы и нет. Но лично я пользуюсь ею крайне редко. Нет смысла оставлять ее. Ну, не могу сказать, что это прямо провальное средство. Абсолютно нет. Эту пудру я очень любила. Она хорошо матирует. Она хорошо выравнивает структуру кожи. У нее мельчайшие помолы. Она вообще не видна на коже. То есть, эта прозрачная пудра очень хорошо фиксирует весь макияж. Но с тех пор, как у меня появилась пудра от Shu Uemura, я просто-напросто пользуюсь ею чаще. Нет смысла все это складировать. Но могла бы советовать вот эту пудру от Avon Magix. Shu Uemura. Очень классная упаковка. Мне нравится сеточка. То есть, здесь пуховка. И вот такая сеточка, благодаря чему не так все рассыпается. Эту пудру можно брать с собой. И это такая вуальная пудра. Она дает красивый матовый эффект, который не смотрится плоско на лице. Если ищете хорошую, не мертвецки матирующую пудру, то Shu Uemura однозначно заслуживает вашего внимания. Остается Too Faced. Это мой фаворит год. И, наверное, уже не буду размусоливать эту тему. Запудривать вам мозги еще раз тем, чем я постоянно пользуюсь. Что постоянно в моих видео то же самое с метеоритами. Полуматовый финиш. Очень красивое сияние. А вот это тональный крем на самом деле. То есть, это пудра, которая дает хорошее покрытие. Это марка Clorans, линейка Skin Illusion. И это мое дорожное тональное средство. Ну, как пудра. Летом часто пользовалась. Очень красиво выглядит на коже. Тоже не проваливается как-то в поры. Если вы хотите пудру с дополнительным покрытием. То есть, предпочитаете легкие тоны. Потом еще чем-то перекрыть. То советую. Прямо роскошно смотрится на коже. Хорошая, компактная, матирующая пудра. Которая дает дополнительное покрытие. Но это прям сильный матовый эффект. И я просто переложу ее в какую-то сумочку. Потому что здесь удобное зеркало. Это бренд L'Oreal. Что касается MAC. То у меня до сих пор есть две пудры. Это пустая упаковка. Я уже докупила себе новую. И она у меня где-то в сумочке. Я еще вспомнила, что нет Armani. Ну ладно. В каких-то новинках расскажу вам. Итак. Я бы все равно не советовала пудру от Armani к покупке. Это прессованная пудра из линейки Next to Nothing. Она не видна на коже. То есть, это прозрачный финиш. Она более матирующая. И она выравнивает рельеф. Скрывает поры под глаза. Я бы не советовала. Если вы ищете дополнительное покрытие. И более живой финиш. Такой сатиновый. То есть, когда немножко кожа переливается. Но без каких-то там блесток. То до сих пор советую вот эту пудру из минеральной линейки MAC. Долго пользуюсь. И пожалуй никогда от нее не откажусь. Здесь у нас пудра. У меня пудра от бренда Armani. И я как-то призабыла о ней в прошлом году. А когда-то пользовалась ею часто. И говорила, что не вижу ей замены. Сейчас я вернулась к этой пудре. Это замечательный продукт. Это сияющая пудра. Но на все лицо я ее не наношу. Она в принципе фиксирует макияж. Но у меня есть пудра гораздо лучше. Но то, что она делает под глазами. Если у вас сухая тонкая кожа. Проблемная. Если вам нравится свечение под глазами. Это пудра, которая визуально немножко обманывает всех. Когда вам нужно сделать эффект отдохнувшей кожи. Когда вам нужно скрыть серьезные синяки. И вы не хотите перегрузить кожу под глазами. Чрезмерно ее высушить. То стоит присмотреться. И я абсолютно не жалею, что когда-то потратилась на эту пудру. И скорее всего продолжу ею пользоваться. Просто одна из лучших. Если же ищете что-то в компактной версии. С похожим финишем. Это вот такая пудра. Вот из Тиллаудер. Еще могу сказать, что она очень похожа на Hourglass. На моей коже смотрится лучше. Я прошу прощения, что она так выглядит. Но как-то так получилось. Простите, пожалуйста. В общем, это очень хорошая пудра. С таким сияющим эффектом. Она так красиво ложится на кожу. Просто если вам нравятся не матовые эффекты. А что-то легкое. Вот чтобы это было еще легче, чем метеориты. С чуть-чуть другим финишем. То присмотритесь. И я бы однозначно вместо Hourglass. Купила бы вот эту. И оттенок у меня 02. Я буду ускоряться. Мои консервы и корректоры для любого типа кожи. Для любого возраста. Что-то, что не испортит вам кожу под глазами. Не сушит ее. Это, конечно же, Эстиллаудер. Самые легкие, невидимые на коже. Обожаю на каждый день. Дальше чуть более плотное покрытие. Хелена, Рубинштайн и Клоранс. Приятная кремовая увлажняющая текстура. Если все это припудривать правильной пудрой, то они еще и не скатываются. Это одни из любимейших. В принципе, все, что вы видите, за исключением, наверное, вот этого, все могла бы посоветовать. Похожие по текстуре, по эффекту на кожу консилеры. Это Too Faced и Maybelline. Я все-таки больше советовала бы Maybelline, так как он дешевле. Вот этот корректор, скорее, даже больше, чем консилер от Yves Saint Laurent. Он стойкий, он не слишком плотный. Приятный, но я не пользуюсь им каждый день. Поэтому я бы от него избавилась. Хотя, пусть, наверное, остается. Так как он такой нормальный, просто хороший. Довольно плотное покрытие. Неплохо держится под глазами. Перекрывает несовершенство. Я вот очень часто наношу его именно для того, чтобы перекрыть какие-то покраснения на коже, какие-то прыщи. Это марка L'Oréal. И когда я делаю более интенсивные макияжи глаз, я тоже часто его использую. Он не сушит мне область под глазами. Но повторюсь, что я не делаю это каждый день. Это уже замазка. Под глаза, на лицо, куда хотите. Это очень плотная текстура. Но не пересушивает область под глазами. Для съемок видео иногда использую. Я вижу эту разницу, когда на мне вот этот консилер, корректор, да, и что-то другое. То есть он такой прям очень плотный. Если немного наносить, если любите что-то стойкое, то я думаю, что на каждый день тоже можно. Но я уже давно таким не занимаюсь. Ой, забыла еще вот мак. Одиноко стоит. Это тоже классический консилер, корректор. Очень стойкий. И сложный выбор был бы. Видите, что и тот, и тот люблю. И вот просто выбирать вам. Помпа неудачная. Но надо к нему вернуться, кстати. Я как-то о нем вообще забыла. Очень хороший. Вот этот корректор, даже больше от Lancome. Его тоже можно использовать под глаза. Очень приятная. Такая кремовая, даже немножко жирненькая, супер концентрированная формула. И он хорошо держится. И тогда, когда, к примеру, я пользуюсь каким-то легким тоном, мне дополнительно что-то нужно перекрыть. Я беру вот этот камуфляж, и он как-то так очень хорошо сливается с кожей и вообще не заметен. При этом все очень-очень хорошо перекрывает. Более сухой корректор. Не знаю, просто выбираю один из вот этих, что мне больше там нравится, чем мне больше хочется. И беру вот этот корректор от Nars. Он хороший, он сухой, под глаза не годится. Но перекрывает тоже все бяки, которые появляются на нашей коже. Очень пигментированный и стойкий. А да, что же я убираю? Отрываю от сердца вот эти два консилера. Только, исключительно по той причине, что я балда прогадала с оттенками. Мне нужна двойка от Хелены Рубинштайн и единичка от Clorans. Я что-то вообще напутала. И здесь большой объем, поэтому цена оправдана. Вам надолго хватит. И прям настоятельно советую вот эти два продукта. Только вот внимательно подходите к выбору оттенка. Бронзеры и скульпторы. Это самая печальная категория, потому что сразу два моих самых любимых средства сняли с производства. Это Armani и MAC Baby Don't Go. Вот допользую его и пойду плакаться в подушку. К счастью, сейчас до сих пор продается любимый скульптор от Inglot в оттенке 505. Он остается, конечно же. Что тут еще? Лимитка от Nars. Если где-то еще увидите, это румяна, бронзер и хайлайтер. Очень-очень рекомендую. Вот это отправится обратно в салон MAC. Обменяю его с другими пустыми упаковками MAC на новую помаду. Это полукремовая текстура из лимитки. Я боюсь, что она подпортилась. Этой вещи уже больше двух лет, так что прощай. Также отдаю, выбрасываю скорее бронзер от Luxe Visage. Это замечательное средство, но оно у меня давно. Упаковка уже так выглядит непрезентабельно. Можно было бы пользоваться, но у меня слишком много всего. От чего-то приходится отказываться. Не могу я пользоваться бронзером от Physicians Formula. Только потому, что он слишком интенсивно, искусственно пахнет. И меня бесит упаковка. Честно говоря, я не могу пользоваться чем-то таким. И обидно, потому что бронзер небюджетный. И в принципе неплохо смотрится на коже. На мне он, конечно, рыжеватый. Есть тот же Catrice, которым я пользуюсь чаще. Так что нет, отдам его кому-то, кому он пригодится больше, чем мне. Мой любимец прошлого года. Это сияющий бронзер скульптор от Catrice в оттенке 10. Очень красиво, дорого смотрится на коже. Палетка Гош. Рассказывала о ней. Здесь и хайлайтер, и бронзер, и скульптор. Рекомендую присмотреться. Нескончаемый бронзер от Estee Lauder. Сколько бы я им не пользовалась. Здесь такой громадный объем, что я не представляю, какую армию им нужно красить, чтобы здесь появилось дно. Это очень красивый загарный бронзер. Это не скульптор. Если вы визажист, если вы любите такие средства, если вы хотите люкс, то советую присмотреться. Он очень хорошо смотрится на кожу. Когда моя мама приезжает ко мне, я прям не жалею его, так накладываю, его можно наслаивать. То есть, он не пятнит, он не слишком рыжит. Если выбирать, к примеру, между терракотой от Герлен и вот этим, то однозначно этот. Прям на миллион процентов. Скульптурирующее средство от Vivienne Sabo. Оставлю его еще для видео. Так как иногда мне нужно придавать своему лицу рельефность. Именно скульптурировать из-за того, что камера сильно все съедает, и лицо кажется каким-то одним большим блином. А это прям настоящий серо-коричневый скульптор, который рисует тени на лице, но он очень интенсивный. И хайлайтеры здесь божественные. Они как бы немножко затираются, видите, но все равно на коже дают просто обалденный эффект, и эта палетка остается. Румяна и хайлайтеры. Я сразу откладываю лимитки, так как нет смысла о них рассказывать. Вот эта вот Essence тоже была очень хорошей. Нравятся, но их уже нигде не достать. Избавляюсь от гелевых стиков от NYX. Раньше была влюблена, но сейчас появились более простые в использовании формулы, и они довольно старые, могли испортиться. Сейчас снимают с производства вот эти хайлайтеры от Urban Decay. У меня оттенок Syn очень красивая. Это так потрясающе выглядит на коже. Ну, вы видите, сколько я использовала. Если успеете купить где-то, а тем более на скидке, то хватайте и бегите, никому не рассказывайте. Румяна от Pet Swy в оттенке 30. Это мой фаворит года. Это, кстати, аналог румян от бренда Tom Ford, которые заканчиваются. Надеюсь, я их скоро допользую. Я люблю, когда у меня что-то подходит к концу. Вот эти румяна от NYX тоже когда-то были моими любимыми, но я понимаю, что редко ими пользуюсь. Новинка от Armani. Это скульптор. Я просто забыла о нем. Он стоял на туалетном столике. Очень нравится. Для ежедневного использования это самый натуральный, незаметный на коже контуринг. Правильный серо-коричневый оттенок. Это единственное жидкое средство для контурирования, с которым у меня все сложилось. И несмотря на цену, я вам очень советую. Я не ожидала. Сама приобретала его и еще раз куплю, когда закончится. До сих пор очень люблю румяна от бренда MAC. Это оттенок Well-Dressed. Холодный розовый для всех светленьких девушек, для тех, кто не умеет пользоваться румянами, кто постоянно перебарщивает. Самый универсальный оттенок Dainty. Очень люблю минеральную линейку. Gentle остается. Из того, о чем я рассказывала, это румяна Bourjois. Где-то у меня еще запрятаны другие оттенки. И также вместе с ними где-то лежат румяна от Nars в оттенке Orgasm. Продолжаю их любить. Они все еще у меня есть. Румяна Rimmel. Тоже хвалила фаворита года, по-моему. Не буду останавливаться. California от Benefit. Это очень красивый персиковый розовый оттенок с ненахальным золотистым свечением. Нравится. Пожалуй, это мой самый любимый оттенок румян конкретно в этом бренде. Хайлайтер от бренда Nars. Тоже показывала вам фаворита года. Мягкая формула, которая шлифовывается в кожу. Дает элегантное свечение. И среди бюджетных мне нравится вот этот от Estrada. У меня именно в цвете шампанского. Есть еще более холодный. Но я, по-моему, его кому-то отдала. Он не темный. Он светлее на коже, чем выглядит в упаковке. И это цвет 310. В нем нет никаких блесток. Он мог бы посоперничать не с одним люксовым средством. За 5 лет у меня накопилось так много разных теней. Но по-прежнему с самой универсальной матовой базовой палеткой. С шелковистой текстурой. С мягкими тенями. С шикарной пигментацией. Остается вот эта грязнуля. Некоторые из палеток прям сложно содержать в чистоте. Поэтому вы мне это простите. Она уже даже не очищается. Это малютка от бренда Lorac. По-прежнему считаю, что вот эта самая удачная палетка от бренда Tom Ford. Это матовые, скорее теплые оттенки. И это палитра Coco Mirage. Если бы вы меня спросили, какие у меня две самые любимые от Tom Ford. Это Nude Deep и Coco Mirage. Второй раз Honeymoon я не купила бы. Но, тем не менее, оставляю. Потому что меня душит жаба. Вот Tom Ford весь отправляется обратно в комод. Вот эти тени дороговатые, честно говоря, от Smashbox. Но они не плоские. Красивые матовые оттенки. Вообще компактная. Очень легкая. В путешествия тоже частенько со мной ездила. Кажется, такие простенькие банальные оттенки. Но они очень красиво подчеркивают цвет глаз. Без проблем растушевываются. Нравится. Вот эта палетка от бренда Yves Saint Laurent. Номерок 2. Одна из самых удачных, таких нейтральных, универсальных. И не холодная, и не теплая. Прекрасно растушевываются. Это сатиновая палетка. Здесь матовых оттенков нет. Отдаю палетку от бренда Tsui Yvan. Это малютка Coco Blend. Почему? Потому что слишком много красноватых теней. И неплохое качество. Не знаю, просто редко пользуюсь. Вот и все. Оставляю палетку от NYX. Вот эти тени. Очень мягкие. Хорошо наносятся. Долго держатся. А вот эту кому-то отдам. Не кому-то, а своей подружке. Красноватые оттенки. Но я не так часто пользуюсь ею. А качество по-прежнему считаю хорошим. Хит Urban Decay. Мой фаворит года. Благодаря вот этим четырем оттенкам. И конечно же никуда никому не отдаю. А вот эта палетка от Ила Маски. Никогда не была в моих видео. А на самом деле очень хорошие тени. Но как-то упаковка здесь такая. Знаете, я посмотрела цену и не ожидала, что это настолько дорогой бренд. А здесь очень хорошая подборка оттенков. Матовые тени и сатиновые. Оставляю палетку от бренда Everline. Берн. Я еще ни разу не снимала с ней видео. Нужно срочно изменить эту ситуацию. Вот это одна из лучших, которую можно купить в масс-маркете. Не совсем бюджетные тени, но они как люксовые по качеству. Это Max Factor Capucino Nudes. Она очень часто ездит со мной куда-то. Это беспроблемные тени, которыми можно краситься в полутьме, без зеркала. И вообще ничего не придумывать. Просто набираем любой оттенок. Наносим в качестве самостоятельного цвета или же смешиваем. В общем, это очень приятные мягкие тени. Не убийственная пигментация. Но для возрастных век, для всех, кто любит такие легкие дымки, это просто идеальный вариант на каждый день. Большие палетки теней еле помещаются в кадр. А вот эту вы уже скорее всего знаете. Это MAC. И мне когда-то ее подарили. Я очень люблю формулу MAC. Они сухие. Их можно наслаивать. Этой пигментации мне хватает. Мне с ними очень просто работать. И я всегда возвращаюсь к этой палетке. И думаю, ну почему я пользуюсь ей не так часто. Вот это одна из моих любимых палеток от бренда Цуива. Называется она Кафе. Здесь много оттенков, которые мне нравятся. Кроме вот этих непонятных зеленых. Но это одна из немногих от бренда Цуива, которая все еще со мной. Если вы хотите что-то супербюджетное, и вы живете в Польше или можете где-то ее достать, то вот эта от Makeup Revolution совместно с Максиночкой очень неплохая. Здесь и бронзер, и хайлайтер, и румяна, и тени сами по себе не такие плохие. И этими тенями можно сделать очень красивый макияж. У меня есть с этой палеткой собиралка, но я от нее отказываюсь. Металлики от бренда NYX остаются. Они мне нужны для каких-то нарядных макияжей. То же самое могу сказать о палетке от бренда Urban Decay. Это Moon Dust. Это уже прессованные пигменты, которые очень красиво смотрятся на Smoky Eyes. Я делаю черную подложку или темно-коричневую, и потом просто наслаиваю какой-то один оттенок. Смотрится обалденно просто. И в жизни, когда мы идем на какое-то вечернее мероприятие, я каждый второй раз делаю макияж именно с этими палетками. Яркая, но при этом с базовыми, хорошими по качеству матовыми оттенками от бренда NABLA. Это их первая палетка, насколько я помню. Не пользуюсь ей так часто, как хотелось бы. Но для каких-то нарядных, праздничных макияжей самое оно. Но мне почему-то кажется, что для этой палетки нужна более контрастная внешность, нежели моя. Или если вы любите более смелые макияжи, то вам она понравится еще больше, чем мне. Но к качеству нет никаких претензий. Неплохая палетка от Urban Decay. Мне недавно ее подарили. Это Cherry. Я делала на нее обзор. С ней у меня получаются красивые макияжи. И мне сейчас больше нравится формула теней, нежели раньше. Полупрозрачные оттенки, с которыми довольно просто работать. Это палетка от бренда Rimmel. Я еще не наигралась ею, поэтому оставляю. Но видите, здесь не черного цвета. Она для всяких там нежненьких макияжей. И вот здесь так одиноко уже стоит палетка от бренда Tarte. Ее невозможно очистить. Как только я ее протираю, снова появляются какие-то разводы. Второй раз не купила бы. Если хотите тени от Tarte, если хотите классную палетку, я ее подарила своей маме. Это что-то там Blooming, которая вторая более теплая. Вот она была роскошная. Это неплохая, но далеко не обязательно к покупке. Пользуюсь, потому что огромное количество хороших матовых теней. Ну, не знаю. Кремовые тени и база под тени. Самая любимая база MAC. Вот это от Kiko Out. Это была лимитированная коллекция. Нравилась, но ей уже почти два года. Таким пользоваться нельзя. Обожаю пейнт-поты от MAC. Допользовала Painterly. Сейчас вот этой пользуюсь, которая называется Soft Ochre. Она бежевая. И у меня они долго не засыхают. Я их хорошо закручиваю. Слежу за этим. Тинты от Armani. 11 на каждый день. И для Smoky это первый оттенок. С ними очень быстро все получается. Просто и стойко. Конечно же, люблю вот эти тинты. Точнее, жидкие металлические тени. У меня было много оттенков. Некоторые из них уже давно закончились. Добиваю вот этот 12. Очень красивая бронза. И, скорее всего, куплю себе Maybelline. Так как соскучилась по той формуле, по тому оттенку. И вот этот нужно выбросить. Потому что, видите, он уже расслоился. А сам по себе очень красивый. Это номерок 3. Все из вот этой линейки достойны вашего внимания. Все никак не могу поймать двоечку. Розовое золото нужно будет повторить. Немножко специфические тени от Bourjois. Их нужно нанести. Не закрывать века. Дать им подсохнуть. И тогда они не будут липнуть. И вот этот оттенок, он прям уникален. Номер 4. С ними я делаю такие супер быстрые полупрозрачные Smoky Eyes. Шикарнейший оттенок. Не откажусь от него ни за что. И вот этот тинт от Beauty Drugs подарила мне кошка. Вика Моисеева. Вот этот тинт подарила мне кошка Вика Моисеева. Это бренд Beauty Drugs. Очень хорошее средство с красивейшим оттенком. Хочется еще один, так как этот более холодный. Но все равно это золото. Я красилась им вот на день рождения. И обязательно покажу вам макияж, если он еще не вышел. Очень простая тушевка. Равномерно ложится. Бесконечно практически растягивается. При том, что это светлый оттенок. И очень хорошо держится. Можно наслаивать, если хотите более интенсивный цвет. Но Вика знает, что я люблю всякую нежнятину. Поэтому в качестве первого оттенка я получила именно этот. Нужно поискать, где их можно купить в Польше. Очень советую. И последнее в этой категории это кремовые тени от H&M. Очень красивый коричневый оттенок. Он тепловатый. Именно поэтому мне приходится его кому-то отдать. Так как я им пользовалась только тогда, когда была очень загорелой. Называется он сиропка. А так и пигментация, и тушевка. И вообще, видите, он не подсыхает. Несмотря на то, что я покупала его год тому назад. Формула не изменилась. Если вам нравятся такие подложки. Если вы носите такие теплые макияжи. То советую присмотреться. Я же, к сожалению, прощаюсь с ним. На средство для губ мы будем потихоньку заканчивать. Так как собрать все самое любимое в один кадр просто нереально. Я недавно сделала большую зачистку. И то, чем я прям вот очень часто пользуюсь. И так постоянно разложено по карманам, по всем сумочкам. Так что я просто еще раз назову те бренды, которые находятся в моем личном топе. Но я вижу, что не хватает и помады L'Oréal, и карандаша Pierre Rene, и помады Bourjois. Делайте на это скидку. Это еще не 100% того, что я очень сильно люблю. Помады от Urban Decay как в жидкой форме, так и в такой классической, кремовой. Разные текстуры, разные оттенки. Все очень люблю. Мое открытие прошлого года. Суперстойкая, суперкомфортная, суперпигментированная. Тонко наносится, не сушит губы. Это вот эти матовые помады от Nars. Также полюбились их глайды. Это такая лаковая помада, которая хорошо держится. Она ухаживает за губами. Она их немножко тинтует. И оттенки такие благородные. Вот какой ни возьми, все они достойны похвалы. И самая любимая матовая помада в таком пыльно-лиловом оттенке Sephora 13. Она уже закончилась. Я обязательно куплю себе еще одну такую. Вот эти помады нахваливала от Golden Rose. Любой оттенок выбирайте, кроме темных, наверное. Все устроят вас. Они не суперстойкие, но при этом они не сушат губы. Лаковая помада от Urban Decay тоже понравилась. Это такой насыщенный блеск. Он мятный, он сладкий, прикольный, понравился. Вот эти помады бюджетные. Оттенок номер 5 продается в дуэте с карандашом. Вот если где-то увидите бренд Lovely, вы потом не раз вспомните меня добрым словом. Это и не красный, и не лиловый, не какой-то холодный, не рыжий. Короче, это новый красный номер 5. Матовые помады от YSL в такой упаковке очень хорошие. Кремовые от Paezo. Вот каждую, какую ни возьми, все они хороши. Мак, все оттенки, которые я раньше упоминала, до сих пор остаются в фаворитах. Если один из них заканчивается, я тут же бегу в магазин за новой упаковкой. Так как это уникальные оттенки. И моя любовь к Мак, она просто бесконечна. Вот это матовые помады от Pixi. Красивые оттенки, но это классическая матовая, немного сушащая губы. Формула. А вот от любимого когда-то Big Spender я должна отказаться. Это бренд Smashbox. Это такой красивый оттенок. Это вторая упаковка такого яркого цвета. Я практически ее закончила, но она уже подсохла. И у меня не получается нормально накрасить ее губы. А так с удовольствием приобрела бы себе снова. Потому что он нарядный. Он так украшает любой, даже самый обычный макияж. Просто реснички накрашены румяно. И этот цвет вы готовы идти на красную дорожку. Что я, собственно говоря, когда-то и сделала. Обязательно куплю снова. Тинтующие помады от Bobby Brown. У меня было много цветов. Присмотритесь, если любите этот бренд. Что-то еще. Smashbox кремовая об этом сказала. Матовые помады от Rimmel именно в светлых оттенках мне очень нравятся. Они могут подсушивать губы. Но я часто ими пользуюсь. Вот этот супер ухаживающий бальзам в красивейшем оттенке 07 от Clorans. Купила повторно. И сейчас же отнесу его в сумочку. Он всегда везде со мной. Самая дорогая помада моей коллекции Tom Ford. Посмотрите, что с ней произошло. Номер 13. Жалко. Красивый нюд. Такой нежный. Очень светлый. Со всеми смоуки смотрелся красиво. Ну что же. Придется его убрать. И когда-то куплю себе новую упаковку. Но пока что допользуюсь что-то, что у меня есть. Карандаши Urban Decay Liar. Дальше есть у меня несколько цветов MAC. Классика жанра. И вот эти люкс визаж. Тоже во всех. Во всех оттенках, которые мне когда-то нравились. До сих пор пользуюсь. Где-то в сумочках. Это супер качество. И пигментация за копейки. Вот теперь уже точно все. Туши не показываю. Так как у меня нет никаких запасов. Нет миллиона открытых банок. Но прежде чем я попрощаюсь с вами. Я хотела бы объявить конкурс сюрприз. В котором будут исключительно новые средства. Из люксового сегмента. Это будет подарочек, который порадует одной из вас. Поэтому если хотите поучаствовать. То как обычно оставьте один любой комментарий. Все точные условия я укажу в инфобоксе. И я обещаю, что вас подарок не разочарует. И еще раз скажу о том, что это будут абсолютно новые. Нетронутые средства. Вы знаете, что я никогда не жадничаю. Выбираю для вас красивые цвета. Что-то более дорогое для моих дорогих зрителей. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.